Смотрите, родители купили баранину. Мне я обожаю вообще шашлык с бараниной. Вообще люблю баранину. И они взяли, у нас она здесь стоит по 270 рублей. Что-то я смотрю, прям большой кусок. А сколько, мам, вы её взяли? Дай. Вот, смотрите. Ой, как я её люблю, баранину. Просто обожаю. А что тут ещё, мам? Ну, говядина и шашлык. Я вообще говядину не ем. Говядину не ем. Я что-то как-то в последнее время её не ем. Вот. И тут ещё, вот ещё какое-то мясо. Ну, не знаю, кого. Для меня главное, что вот баранины есть. Накупили они мясо, прям целый пакет. Взяли, мы будем шашлыки делать. Это уже не сегодня у нас будет, а завтра. У нас сейчас третий день моего пребывания у родителей. Вот. Я почти только встала. Время уже поздно. Что-то я как-то вчера поздно легла, потому что у меня здесь видео очень долго загружается. Где-то примерно ночью, да, всю. Я ждала, пока она у меня просчитается, смонтированная. Потом загрузила на канал, и пришлось мне поздно вчера лечь. Я вот только недавно встала, ещё пока не завтракала. И тут вот не успела я встать. У нас, кстати, в Фаберлик появляется школьная одежда. Вы просто не представляете, что там будет. Кому интересно, можете мне написать. Я, во-первых, могу презентацию вам сбросить. И, во-вторых, кто не зарегистрирован, могу зарегистрировать. А ссылка находится внизу в инфобоксе. Там цены недорогие, если сравнивать с теми ценами, которые предлагают у нас школы. Сами директора, конечно, небо и земля. Там можно блузки взять по 1000 рублей. Там платье тоже по 1000 рублей. То есть, цены по сравнению, конечно, с директорскими, которые директора предлагают, а где-то там кто-то отшивает. Мне, по идее, какая разница. У нас же не все инкубаторы. Если, допустим, положено в школе иметь серую одежду, там есть серые оттенки, голубые, синие оттенки, чёрные оттенки. То, пожалуйста, берите вот Фаберлик. В прошлом году я многие знаю, не хватило. И поэтому в этом году мы будем составлять заявки, чтобы хватило всем. Там есть обувь. И обувь, причём тоже недорогая. На мясо показываю вам, о школьной форме рассказываю. Кому интересно, напишите мне. Вот, я отвечу. Так, и всё, вроде бы всё. Сейчас буду завтракать. Нася. Да, и ты, оди-ка дети, тоже можно. Кушайте мясо. Мясо им мамку вон порезала. Кушай, кушай. Кушай, ты чё не ешь? Иди давай ешь. Боишься, что отнимет у тебя? Тут на всех хватит. Вон, сколько вам мяса дали. Много. Бери, 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 давай. Не стесняйся. Мась, у тебя своё есть. Ешь вот. Такой наглый, блин. Адик, ты хоть жуй, ты глотаешь всё. Гусками вон молотит. Он очень добрый кот. Он вообще сейчас на улице у нас гуляет. Летом обычно выходит. Родители его выпускают. Он летом домашний кот, а зимой, так как он голый, мы его сюда запускаем. Так вот, он приводит домой к своим чашкам друзей разных. Мамка говорит, заходишь, смотришь, его друзья все едят, а он сидит на них смотрит. Очень добродушный такой. Всегда кормит гостей. Гостеприимный очень. Маська один кусок не успела взять, это тоже трис. Слопал. Всё. Всё. Чу-чу. Мама, не спасибо передали тебе. Да, Маська, ты поел? Твой вообще молотит. Да, Маш вообще. Он кусками. Так я хотела, чтобы Маська покормился. Да, мой, так потихонечку. Всё смотрю. Ты так бы ему пил, а свой бы хоть он поел. Ну, ничего, нормальный. Сейчас заряжаем аккумулятор. Ещё, наверное, с советских времён устройство. На улице вроде бы тепло, но ветер сильный. Обожаю вот этот вот костюмчик. Ещё покупала его очень давно. Тёплый. Такой вот у Дарипынзы был. Нужно вообще где-нибудь ещё заказать тёплый. Ещё один, потому что тёплый очень хороший костюм. Мне нравится. А вот здесь вот у них будет сарай. Они снесли старый сарай. Вот отец будет заливать фундамент. И курятник, да? Больше никого не будете заводить. Только курей. Козочку. Он много хочет козочку. Козочку. Соседи наши. Цементирован пол. Там, я знаю, у них бассейн. Они ставят. У них, конечно, огромного побольше нашего. А сейчас мы достаём мне на... На Вань. Саратов в подвале. Тут подвал, а спогреб такой есть. Хочешь спустись? А где вот был круглый такой? Вот он. А, вот здесь есть? Мне кажется, он же другой был. А он там, внутри круглый. Тихонько, аккуратно. Аккуратно, аккуратно, Настюшина. Уйди, с пальчиками своими, аккуратно. Аккуратно. Сейчас я вам покажу подвал. Потом надо постирать мне ещё, мама. Ну, перед отъездом. Перед отъездом. Вот, смотрите. Это наш подвал. Видите, как интересно сделан. На какой-то, папа, говоришь, на немецкий, да, похож? Конструкция. Что за конструкция? Видите? Конструкция сваловидная. А вот как кирпичи не обваливаются, папа? Это же могут кирпичи вылететь оттуда и по голове. А вот как раньше, таким образом делали мосты. Технику выдерживает до сих пор. Что, правда, что ли? А почему? Это из-за куполообразной формы, что ли? Да, куполообразная форма. Это же вот как надо было, представляете, как надо было сделать. Вот, видите? Вот, как-то интересно всё так сделано. Сейчас я угол пошире ещё настрою. А вот хорошо, ладно, вот тут куполо не делали. А вот это вот как? И вот здесь надо было сделать. Вот эти кирпичи вообще висят вот над этими кирпичами. То ли это просто очень хороший цемент. Наверное, папа цемент просто, да? Хороший раствор. Вот, здесь наше владение. Моркошка. Ещё много моркошки вон. Да папа, всё хватит, наверное. И картошки. И свеклыш. Ой, блин. Ой, испачкалась. Ну, средненькая, не надо мне слишком мелкую. Ну, и крупная. Она уже мягкая. Ну, ты пожёще. Мам, а ты давай мне руку. Ну, только не тащи меня. Ты просто мне как опора. Я так опору и держу. Просто как для равновесия. Я там нигде не грязная. Нет, очень идите. Ой, блин. Это, получается, мой завтрак. Он же и обед. Потому что время... Насколько? Папа, часа три уже, наверное, да? Вот. Потому что я с утра пью Доброген, как я уже показывала. То есть мне за полчаса нужно выпивать за 40 минут. Натощак нужно выпивать. Съела ещё тыквенных семечек. Развес мамка здесь купила. Я у неё отжала. Можно сказать. Вот. А это лапшичка. Домашняя мама, вот эта лапша, но покупная, да? Да, покупная, но домашняя. Вот. И здесь из мяса свинина и баранина. Морковка здесь, лук, зелень. Ну, тоже можно сказать, всё деревенское, всё натуральное. Откуда мясо свезут, мам? Я не снял. Деревенское, наверное, я думаю. Завтра-то есть. Вот здесь вот они саратовский такой майонез купили. Продавец сказал, что точно такой же, как делали его в советские времена. С таким же составом. Масло подсолнечное. Не знаю, мне кажется, тут же самое, что продаётся и в банках у больших, в огромных. Да, не на говорят продавцы, я их только слушаю. Вот. Так что сейчас будем кушать. Здесь вот на выгоне тоже стоят у нас дома отдельные. Видите, вообще здесь рядом ничего нету. А вот там вот раньше, вот видите, в тех вот далеко двухэтажки, раньше мы в тех двухэтажках жили. А ты знаешь, кто меня смотрит, бать? Кто? Сино из Германии. Ага. И она говорит, снимай это, деревенские влоги хочу снимать. Нам интересно, что... Вот дом красивый какой. А чей ты, папа, не знаешь? Да знаю я, Анастасия. Да, это хороший. Вот, это вот заводские у нас дома. Это развалившийся завод, огромный был консервный завод. Осталась его на датруба, его сейчас по частям растаскивают. И... Ну, очень большим он был. Там на... По-моему, даже... На куда бать? За границу, да? Даже консервы делались. Там горошек. Не, не за границ, на север. На север, на горошек, там баклажаны, икра, кабачковые и так далее. Много всего, на огромный был завод. Очень большой завод. И там в основном у нас три было места, где люди работали, таких вот, как градообразующие, их называют еще, это колхоз, это совхоз, где выращивали, и завод. То есть в колхозе выращивали скот, в совхозе сажали, ну, то есть, ну, всякие, всякие овощи и так далее. А эти же самые овощи, и рядом было место, где все это переработали, перерабатывали завод. И все это вместе. Ну, село маленькое, ну, представляете, целых три предприятия было. В маленьком селе, где-то численностью, там, 10, может быть, 15 тысяч людей. Вот. Сейчас, конечно, все это развалилось, ничего уже не осталось. И люди, в основном все, которые проживают в селе, они работают на севере. Здесь на заработки либо на север, либо в Москву. Здесь мало кто работает, но потому что рабочих мест здесь нет. И вот все строилось, соответственно, все вот эти вот дома, которые вы видите, двухэтажки, они все строились, когда еще действовал, действовали организации эти. И все дома, они строились бесплатно. И вот те, которые двухэтажки вам показала, это совхозные дома, и строил совхоз для своих работников. И раздавалось жилье в порядке очереди бесплатно. Ну, это вот для тех, кто может быть интересно вообще. Я еще застала эти советские времена, жила здесь с родителями до 19 лет, и потом я переехала в другой город. Учиться сначала, и там и осталась. Ну, с удовольствием. Я и здесь, вот знаете, вот я здесь живу. Наверное, в такое вот гармоничное состояние я пришла наконец-то, когда мне везде хорошо, где бы я ни находилась. То есть я приезжаю сюда к родителям, и мне здесь ровно столько же хорошо, как и в Саратове. Да, конечно, у меня там остались работа моя, да. Там у меня больше дел каких-то я делаю. Здесь я все-таки приезжаю отдыхать. И когда я здесь нахожусь, то есть больше недельки, мне уже хочется туда-обратно, потому что у меня там уже все. Был, конечно, здесь у меня дом, может быть, свое какое-то жилье обуюченное. Я бы здесь неплохо проводила время, приезжала не на неделю, там на месяц, допустим, опять же, с семьей, не одна, а с семьей. Так. Хорошо, мне одинаково хорошо и в Саратове, когда я нахожусь, вот именно душевный комфорт я получаю, и когда я здесь нахожусь. Здесь моя родина, мой край родной, здесь знакома каждая закоулочка. И то не каждая, кстати, закоулочка. Вот прожила сколько в Ленево, я, например, там, где сейчас живут родители, я в этом месте не была ни разу. Вот за все 19 лет, которые я жила. Все равно мы как-то привязаны к одному месту, так локально, гуляли мы тоже в своих кварталах, ну, в центр иногда там на танцы выходили. А так, вот там у нас заброшенный пруд, раньше у нас был пруд, вот видите, деревья. Привет! Там пруд был у нас раньше огромнейший, купались летом, был забит, но снесло плотину, тоже никому не нужно это было, и она, естественно, в негодность там через какое-то время приходила, ну, видно, водой подмывала, и в один прекрасный момент, мы услышали, тогда я еще в квартире, помню, была, и шум, прямо такой грохот резкий, оборвало плотину, сорвало, ее так и никто не стал делать, и вся вода утекла из пруда, а как-то поговаривали, да, что должны были восстановить его. Ну, и в итоге никому это не надо, и пруд полностью ушел, и людям, которые сейчас живут, обычно, знаете, как вот раньше, если возьмем мы все деревни, они строились около водоемов, линьевого около пруда, или, может быть, искусственно его потом создали, добринка тоже около медведицы, и сейчас, допустим, когда я сюда летом приезжаю, по идее, можно было бы купаться, приезжать сюда на этот пруд, мы ездим на медведицу, купаться. Конечно, обидно, жалко, потому что, опять же говорю, все брошенное, никому не нужное, оборвался он, ну, снесло плотину в период как раз перестройки, да, после перестройки, где-то был 2000-й, там, ну, до отъезда, я еще жила, по-моему, здесь, да, жила здесь, вот, и все так и забросили. Как-то стало все сразу бесхозным, каким-то все частным, никто, наверное, не понял, кто это должен был делать, хотя это должен был делать по совету. Вот, смотрите, выгуливают, пасут скот, в основном люди живут здесь, ну, я говорю, помимо того, что ездят работать, ну, у многих, у кого частные вот дома, хозяйство, хоть небольшое какое-то, там, корт для себя, вот, не все сейчас держат крупнорогатые, там, свиньи, свиней, потому что это накладно, это очень, кстати, не затратно и не окупаемо, то есть это нужно огромное количество, чтобы у тебя было голов, чтобы это было прибыльно, чтобы как-то было сдавать, а для себя нет смысла, да, поддержать, легче вам поехать купить, для себя нет смысла держать одну свиньё? Нет, конечно. А почему? Ну, вот, считай, сейчас тонна зерна стоит, самая дешевая, 7 тысяч. Вот, купишь зерно, кроме зерна ещё нужно заготавливать кормы, то ты, вот, там, что можно, трава заготавливается, вот. И потом уход, это мини-бук год надо ходить, без выходных, утром, допустим, и вечером, никуда не уедешь. Чистить говно ещё плюс ко всему. Вот она, божья. А тяжело, лопатами всё это. Вот, ну и овчинка выделки не стоит. Да, так что и для себя даже не держит, потому что, ну, это либо вот держит на сдачу, но это сейчас очень мало таких. Либо просто вот курей, ну, может быть, там, гусей, уток, то, что и требует, и мало ухода, и так вот, допустим, курам купил зерно, травы, может быть, какой-то там, так же он их во двор выгнал. Не во двор, а во двор-то они всё рассаду пошуют. Ну, может быть, у кого-то выгоны есть какие-то, загоны. Ну, козочку можно, коза не так затратно, да, бать? По идее, если одну козу завести, вон, поехать накосить сено ей на зиму. Да? Это тоже хвост. А так вот её, у вас здесь простор какой, выгнала её, колышек прибил, и пусть она пасётся. Да? По идее. Здесь удобно держать, в этом месте, гусей, потому что их выгнала здесь на выгон, и они пасутся весь день. Но а гуси не уходят? Далеко они не уходят. Потом встречаешь их и, как бы, загоняешь домой. А дома сыпешь зерна немножко, как бы, для заманухи, чтобы они знали, да, что выгоняешь. Чтобы не стохали. Они траву щипают. Ну, вот тут хорошо, вот, козочку выгнала, и она вот целый день здесь стоит. Куда-нибудь в тенёк, чтобы падал какой-нибудь, около заборчика. Настроиться тут уже никто не будет на выгоне. Это если вот какая-нибудь программа у нас в России появится по восстановлению сёл, но это не скоро у нас бы до ума города довести, не говоря уже о сёлах, вот, тогда, может быть, здесь будет разрастаться сёла. Вот, допустим, если взять то же самое село, какой-то посёлок, и там же будет 10, например, тысяч населения в Германии, так там и школы, и разные спортивные, есть фоки разные, ну, то есть, есть где инфраструктура развита, чтобы люди могли жить. То же самое медицина, больнички. А здесь ничего нет, одна единственная больница, которая здесь была, её и то расформировали, и всё, закрыли её. Осталась одна единственная в Жирновске, это в районном центре, и то там, знаете, лучше туда не попадать, иначе помрёшь. на операции едут либо в Саратов, либо в Волгоград. Те же самые родители приезжают на обследование, у меня в основном в Саратов. Рассказывай. Растёт вот там малинка. Это уже новую купили? Это всё малинка. О, вот две груши. Вы их подписали, я смотрю, это, забыл, как называется. Здесь смородину тоже высадили. Вот это, по-моему, нет? Вот это что такое? Нет, вот смородина. Это старая высадила, новую высадила. А это было уже? Да. Просто обрезали, да? Да. Обрезали. Это вы хотите, чтобы вот так вот здесь всё не видно было, да, чтобы здесь деревья были? Нет, ну да, в основном вот груши, вот это дерево. Видишь, у нас прошло листочки, добиваю тоже. Ну это хорошее место, потому что солнце в основном вот здесь вот так вот встаёт, да? И он не будет, даже если деревья будут нависать над этим, они не будут закрывать здесь. Овощи. Да. Нет, овощи. А я, что тут такое? Вот это морковку посадил. А вот это? Земля что-то провалилась. Здесь червей полно было. Или у них, я не знаю, что у них здесь было. Или свадьба. И по дорожкам ползали. И вот так переворошили всё здесь. А вы при этом раскидали их червей? Нет, они сами ушли. Ушли? Да. В смысле, а как они, вы пришли, они здесь лазили что-либо или что? Лазили по грядке, по дорожкам, там штук шесть я видала их лазили. Ну, а здесь так и сбуровили всё, вот так, как перепахали всё. А что это такое было у них, не знаю. Сходка какая-то, стрелка. Вот там крыжовничек. Вот то огорожен орех. Лесной фундук называется. В смысле фундук? Фундук. Это дерево? Да. Дерево, фундук. Вон там ежевика, ежемалина. Ежемалина-то. То есть у нас фундук теперь расти будет? А где вы его нашли вообще? А уже в Киркозаке, у моего бывшего напарника. Фундук, он вёдрами их собирает и нам угостил фундук. Чё, правда что ли? Фундук у нас здесь растёт? Обалдеть. А вот абрикос. Всё солнце, всё этот небо закроет. Там специально летом, чтобы тень была. Да нафига мне тень летом, не холодно. Уже на царище будет. Холодно, мне верзну, они мне тень делают. Откройте там дверь, Адик выйдет, Ась. Адик, иди сюда, кс-кс. А вот ещё деревцов посадили. Ой, Адинь, прости, пожалуйста. Плести, пожалуйста. Плести меня. Не хотела. Лёна, Маска не захотела с тобой выйти, а? Не захотела, скажи? Не захотела, сейчас искать тебя будет. Искать сейчас тебя будет. Муж его выгнать тоже на улицу, пусть с ним потусуются. Адинь, Аль, ты сюда. Я Маску принесла, иди с ним погуляй. Он один будет бояться. Один будет бояться. Вот он пошёл уже обследоваться. Он пошёл, сейчас в какую-нибудь дырку залезет. Не полезет. Маска, иди сюда. Аль, иди сюда. Ты стёк, Орёш, иди ко мне. Иди, иди сюда. Боишься, да боишься? Скажи, боюсь немножко. Он ещё не боится. У нас здесь, знаешь, чуть ли на пузе не ползал. Но он увидел Адика, смотрит Адик здесь. Значит, не так страшно будет. Стой ты, Масечка. Масик, куда побежал? Ай, ты хоть с ним поговори, что ли. Объясни ему. А это наш ужин. Пюре картошка. Это сосиска какая-то. Не сосиска, а колбаса, да? Куриная. Куриная колбаса. И салат из моркови, майонеза. Сейчас мы красиво сделаем. Сервируем сейчас его. Всё, как вы любите. Аккуратненько, специально для вас делаю. Это морковь с чесноком и с майонезом.